Новая весна. Новые образы с Миледи. Спортивная 21-33. И в продолжение темы. Всех желающих приглашаем принять участие в благотворительной районной акции «Кулич в дар детям». Эта акция проходит в рамках пасхальной ярмарки на Советской площади. По ее итогам, освященные в Троицком храме Куличи, получат в дар малообеспеченные дети и дети-сироты. Анна Назарова продолжит. Санкт-Петербург, Москва, Серпухов. Более 20 производителей из нескольких регионов страны. Ивановский текстиль и смоленский трикотаж. Посуда из Питера и белорусские деликатесы. На пасхальной ярмарке в Келину можно купить продукты не только из Крыма, а даже из Казахстана. Пасху у нас берут очень хорошо. Пост на печенье, пожалуйста. Потом, как его. Ну, куличи мы не делаем так, как вы сами профессионалы. Но у нас мука есть к куличам. У нас хорошая мука, наша казахстанская высшего сорта, которая, получается, выпачка очень хорошая. Белевская пастила и зефир, азербайджанские сухофрукты и орехи, травяные чаи и греческие оливки. Но главный символ на праздничном столе, конечно же, пасхальный кулич. Кстати, в этом году в рамках ярмарки пройдет благотворительная акция «Кулич в дар детям». Малообеспеченные семьи и дети-сироты в светлый праздник получат вкусные угощения. Конечно, это дело добровольное. Кто испечет свой кулич и принесет, это хорошо. Только это надо сделать до субботы, до 9 часов, чтобы эти куличи успели осветить. Дал добро нам благочинный. На это и он осветит эти куличи, которые пойдут в дар. Кулич-гостиниц можно купить в кондитерской палатке и оставить нуждающимся. Там же будет стоять и контейнер для благотворительных пожертвований. Все собранные деньги пойдут на реконструкцию Троицкого собора. Ну а праздничное гуляние на Советской площади начнется в эту субботу, 15 апреля в 12 часов. В программе конкурс кокошников, модный показ женской одежды и развлекательная программа для всей семьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...